МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снег сегодня засыпал усуриск. Синоптики предупреждали заранее, но все же не каждый был готов к наступлению зимы. Как ни погода отразилась на жизни города, смотрите далее. Утро понедельника было добрым для тех усурисцев, кто ждал снега. Сегодня погода по-настоящему зимняя. На улице стало свежо и красиво, но есть и другая сторона медали. Движение на улицах округа заметно замедлилось. Хотя уборочная техника вышла на дороги еще ночью. Более 25 машин ездили в разных направлениях и посыпали асфальт песко-солевой смесью, чтобы избежать льда и наката. Сегодня утром снег усилился, вся наша работа повторилась с утра. Сегодня днем работали КДМки, МТЗУхи, более 20 единиц техники работают сейчас на дорогах. Сметаем то, что уже отработало за ночь после песко-солевой. И просыпаем повторно, чтобы не создать лед и накат на дорогах. Также ночью планируется выход более 25 единиц техники. Но непогода все-таки оказалась сильнее. Кое-где автомобилисты не смогли сориентироваться на скользкой дороге. Несколько ДТП зафиксировали полицейские в городе. Обошлось без пострадавших. Сотрудники в форме призывают участников движения быть внимательнее и ведут беседы на дороге. Сегодня на выезде из города наряд обеспечивает остановку большегрузных автомашин. Предупреждают о том, что в городе Владивостоке, который направляет машину Владивосток, о том, что там гололед, заторы и так далее. Поэтому мы предупреждаем водителей, чтобы они до Владивостока где-то останавливались и дальнейшие движения не продолжали. Тротуары и автобусные остановки тоже постепенно очищают от снега. Дворники работают на придомовых территориях. Своими эмоциями от первой серьезной зимней непогоды поделились пешеходы Уссурийска. Я как-то больше лето люблю, но зиму не очень. Нормально, что зима, но не так рано. Такую? Нет, с дождиком. Было бы просто без дождика, было бы все шикарно. Лучше бы его не было, вот честно. Мешает? Ну, лично по мне не очень нравится. Да, нравится, но это скользко очень. Я не люблю зиму, люблю дома сидеть. Да, я не люблю до горки катать и до шадков катать. И такая ситуация по всему Приморью. Циклон постепенно уходит с территории нашего края, осадки и ветер прекращаются. На заседании оперативного штаба губернатор рекомендовал работодателям отпустить сотрудников домой из-за непогоды. В Уссурийский снег закончился. Самое время выходить на улицу и вспоминать зимние забавы. Например, лепить снеговиков. Как это сделали мы, Анна Клыга и Игорь Антонов. Телемикс. Пьяная езда за рулем, попытка подкупа сотрудника полиции и еще куча отягчающих обстоятельств. В Уссурийском суде вынесен приговор местной жительницы. Женщина попыталась скрыть правонарушение. Теперь будет отбывать наказание в колонии. Подробности нам рассказали в прокуратуре. В ноябре 2021 года Уссурийским районным судом вынесен приговор местной жительнице, которая осуждена за совершение преступления, предусмотренное частью 3 статьи 30 статьи 291 Головного кодекса покушения на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере. Как установлено в судебном заседании в период времени с 22 марта, находясь за рулем автомобиля в районе улицы Тургенева в городе Уссурийске, находясь в федеральном розыске, не имея права на управление транспортным средством, совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и была остановлена инспектором ГИБД ОМВД России по городу Уссурийску по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И в целях избежания привлечения к административной уголовной ответственности передала должностному лицу взятку в размере 1000 долларов США, что в переводе по курсу Центробанка составляет порядка 74 тысяч рублей. Однако свой умысел не довела до конца, поскольку должностное лицо отказалось принимать взятку и сообщила о ее преступных действиях в ОМВД России по городу Уссурийску. В настоящее время она осуждена по приговору Уссурийского районного суда. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в пятикратном размере от суммы взятки, то есть в размере 370 тысяч рублей. Эксперты начали отбор заявок конкурса «Твой проект» в Приморье. Как только идеи жителей края пройдут технический анализ, запустят народное голосование для выбора лучших инициатив. Приморцы прислали в адрес организаторов 532 проекта, которые сейчас проверяют на соответствие требованиям конкурса. На воплощение каждого направят до 3 миллионов рублей. Одно из основных условий финансирования – это возможность завершения проекта до конца 2022 года. Результаты предварительного отбора опубликуют 8 декабря. Тогда же запустят народное голосование. Этот этап продлится до 21 декабря в онлайн-формате на портале инициативного бюджетирования Приморья в разделе «Твой проект». Выбрать можно будет только один проект, независимо от места жительства. Как только определятся победители, деньги из краевого бюджета направят на реализацию идей приморцев. В Уссурийском округе есть возможность благоустроить 4 объекта. С желанием помочь и позитивным настроем. В дом ребенка на Некрасово приехала активная молодежь. Волонтеры помогли учреждению справиться с осенней листвой. Каждому перчатки и грабли. Уссурийцы собрались здесь для благого дела. Представители волонтерского движения «Теплорук», Общероссийского профсоюза образования, студенты колледжа культуры пришли убрать территорию у дома ребенка на Некрасово от сухой листвы и мусора. Чтобы другим было приятно и самому себе было хорошо приятно, что я помог людям. Просто нет возможности, чтобы кто-то помог им убраться. А мы вот взяли и помогли. Клич о том, что нужно помочь убраться у дома ребенка, кидали в социальных сетях. Откликнулись порядка 20 человек. Мы не просили много приходить, потому что в этот раз решили малым числом обойтись. А так обычно очень много собирается людей. Собираются с семьями. В прошлый раз приходили с детками, с мужьями, взрослые волонтеры, люди. Волонтеры помогают дому ребенка уже около шести лет. Весной здесь белят деревья и бордюр. С наступлением холодов убирают территорию отопавшей листвы. Так что, как только потеплеет, сюда снова вернутся, чтобы дарить тепло своих рук. С позитивным настроением работаешь. Виктория Калинина, Роман Адонин, Телемикс. Впереди вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь. Далее смотрите в эфире. Совместные планы на год. Мастерицы округа обсудили, чему посвятят 2022-й. Жемчужная чета Емельяненко. 30-летие совместной жизни отметили в ЗАГСе. Гололеты устойчивый минус. Синоптики еще обещают ноль на термометрах. Количественные исследования на антитела к коронавирусу за 1190 в Инвитро. Инвитро – это крупнейшая медицинская компания. Это 15 миллионов клиентов. Это более 73 миллионов тестов в год. Это исследования, которые помогают точно определить заболевания. Это команда настоящих профессионалов. Инвитро. С заботой о вашем здоровье. Яркие, стильные, модные – все это об ассортименте шуб с выставки Кировской меховой компании, где вы сможете выбрать современную и, самое главное, теплую шубу, которая будет радовать вас долгие годы. С 25 по 28 ноября в МЦ «Горизонт» города Уссурийска. Новая ветеринарная аптека низких цен, ветеринарные препараты для домашних питомцев, премиксы для сельскохозяйственных животных, антигельминтные препараты, различные виды вакцин, ветпрепараты для пчел и птиц. Все это по приятным ценам вы найдете по адресу улица Воровского, 55, вход со двора ветклиники. Рады сообщить об открытии нового салона мягкой мебели «Мун». Марка номер один в России. Индивидуальные современные решения для вашего дома. Модульные диваны для просторных гостиных. Диваны-кровати для комфортного сна и отдыха на каждый день. Матрасы и кровати со скидками до 50%. Калинина 32. ТЦ «Пионер». «Юкосам премиум». Подгузники и трассики с повышенным уровнем комфорта. Японский суперабсорбент быстро впитывает влагу, оставляя кожу малыша сухой до 12 часов. «Юкосам». Японское качество по доступной цене. Продажа дров. Самые низкие цены. Доставка. Возможен самовывоз. Дрова всех видов всегда в наличии. Любой объем. Силу Новонекольск, улица Советская, 4Б. Село Покровка, улица Тенистая, 1А. Телефон 8-924-006-94-69. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс-новости». Продолжаем. Совет мастеров прошел в Уссурийске. Рукодельницы округа собрались обсудить планы ближайшие и на грядущий год. А еще в Доме ремесел появилась новая, очень редкая коллекция кукол. Подробности у Марины Роман. Вязание, бисероплетение, валяние из шерсти, создание кукол и вышивка картин, изделия из полимерной глины. Всевозможными техниками обладают участники этого собрания. Совет мастеров со всего округа прошел в Уссурийске. На повестке дня много тем для обсуждений, одна из которых – возможность проведения мастер-классов в Доме ремесел. Этот проект именно создан для того, чтобы не только дети, молодежь, но и взрослые люди могли сюда приезжать, научиться любому мастерству. Потому что в нашем Уссурийском городском округе настолько много мастеров в разных техниках, что мне кажется, что нет такого, что мы не могли бы наши мастера. И мастерство наших рукоделов можно видеть невооруженным глазом по экспозициям в Доме ремесел. Стены, полки, буквально каждый уголок украшен изделиями талантливых ценителей народного творчества. А накануне выставочную коллекцию пополнило очень редкое собрание кукол, создатель которого – особа из дворянского рода Грязновых – Рогнеда Сербина. Я обратила внимание, что куклы детально проработаны, очень детально. То есть костюм настолько воплотился в этих куклах. То есть есть и сарафанные комплексы, есть и паневные комплексы. То есть это головные уборы, как они проработаны. Вы знаете, я думаю, что достойная коллекция. Достойно, чтобы смотреть, изучать и любоваться. Ольга Каплан в этот день возглавила трибуну мастера. Такая традиция есть в кругу рукодельников в честь знаменательной даты. В этот раз ярким выступлением Ольга Васильевна отметила 10-летний юбилей своего творчества. Мастер подготовила отчет о техниках, которые освоила за этот период, и сюрприз в виде новинки – игровых кукол. Кто собьет шапку, тот и выбрал у противника. Начинается мыть. На встрече мастера обсудили планы на ближайшее будущее – подготовку к новогодним праздникам. Сейчас вовсю у каждого из них кипит работа над тематическими изделиями. Героем коллекции станет, конечно же, тигр. Творение по традиции можно будет увидеть, а также по желанию приобрести на память на выставках в разных районах города. В этом году, и как всегда традиционно, на Центральной площади у нас будет организовано несколько теплых зон, в которых в праздничные мероприятия будут проходить мастер-классы. Ну и также дополнительно мастера будут реализовывать свою продукцию, которую они своими руками делают. И хочется отметить, что обилие мастер-классов в этом году будет больше, чем в все остальные дни. Помимо этого, мастера утвердили расписание событий и после Нового года. Например, 12 марта готовятся организовать большой фестиваль кукол, куда пригласят не только приморских талантов, но и мастеров со всей России. Летом намечается фестиваль «Гуляй-поле» на тему дальневосточного казачества. Также теплится надежда на возрождение хоровода дружбы. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. 30 лет вместе жемчужную пару поздравили в уссурийском ЗАГСе. Традиция чествовать юбиляра в супружеской жизни существует уже давно. И с начала года провели 27 таких праздников. В этот раз в центре Ньюания была семья Емельяненко. Иван и Наталья Емельяненко отмечают юбилей. С той поры, когда невеста впервые надела свадебное платье, а жених праздничный смокинг, прошло 30 лет. Как жемчуг на дне морском претерпевает штормы и становится драгоценным камнем, так и супружеская жизнь четы Емельяненко прошла сквозь рутину быта, но чувства только окрепли. Мне почему-то кажется, что это было все как вчера. То есть вчера мама моя говорила, что любите, жалейте друг друга, живите мирно и дружно. А сегодня мы уже своим детям такое говорим. Так же самый отец говорил, самое главное, будь мужчиной, будь всегда там главой семьи. Вроде как-то и получалось всегда это самое. Ну и всегда возле меня была моя женщина, которая терпела, ждала и была с ним. Что значит терпела, ждала? Ну что значит терпела, ждала? Очаг сохраняла, где-то и за детьми присматривала, работали. Ну все как обычно в любой семейной жизни. Самое главное ждать и любить. В каждый юбилей супружеской жизни есть определенные традиции, которые складывались веками. Так, на 30-летний муж должен подарить жене ожерелье из жемчуга. Пара Емельяненко как раз из тех, кто чтит обычаи. Нить из перламутровых камней дополнила наряд невесты. Хочу, пользуясь случаем, обратиться к нашим зрителям, к нашим жителям Уссурийского городского округа, что эта церемония носит заявительный характер. Но для того, чтобы поздравили ваших родителей, бабушку, дедушке, нужно, чтобы кто-то из родных, друзей, знакомых пришел в ЗАГС и оставил заявку. Потому что, к сожалению, у ЗАГСа нет информации. Подробнее узнать об организации праздника в честь юбилея совместной жизни можно также, позвонив в Уссурийский ЗАГС. С начала года поздравили 27 счастливых пар нашего округа, которые 25, 30 лет и даже полвека вместе рука об руку шагают по жизни. Марина Руман, Роман Адонин. Теленикс. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Приморье. Ненастная погода ночью охватила большую часть края. Это связано с южным циклоном, который прошел Корейский полуостров и сейчас находится над нашей территорией. Сегодня циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении в сторону Хабаровского края. Осадки сохранятся. Температура воздуха ближе к нулю. Но по ощущениям все минус 9. На дорогах стоит ждать гололедицу. Ночь на вторник синоптики прогнозируют прекращение осадков в Уссурийске. Столбики термометров на уровне минус 3-5. Вся остальная неделя будет пасмурной, но без снега. Самым теплым обещает быть воскресенье, которое подарит уссурийцам ясную погоду и ноль на термометре. Выпавший снег украсил наш город белым покрывалом. Предлагаем вам насладиться красотой зимы в нашем следующем материале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким был этот понедельник. Я напоминаю, что все материалы вы можете найти на сайте телемикс.тв. Не забывайте подписываться на наш инстаграм-аккаунт. В студии работала Ольга Муравьева. Приятного вечера и до скорых встреч в эфире.